здравствуйте друзья вопросик я зачитаю так доброго времени суток михаил у меня пару вопросов для успокоения или наоборот души так сказать зовут меня олег живу в суровом челябинске 25 лет высшее образование в сфере менеджмента работал в сфере менеджмента маркетинга что мне не очень нравилось сейчас пытаюсь войти в айти сферу через тестирование молодец вопрос первый про способности я всегда по жизни считал себя туго думом ну вот надо же так не в плохом смысле этого слова просто принимал это как факт в школе учился неплохо но что касалось каких-то конкретных задач где я знал четкий путь решения по алгоритму так сказать но если требовалось пошевелить изверями в более широком плане искать какие-то другие подходы творчески может даже то такие задачки я решать не мог если более успешные собратья могут освоить материал скажем за 20 минут я минимум могу час сидеть за тем же материалом чтобы до меня дошло что и как студенческие годы я начинал изучать языки программирования в частности джава но на каком-то моменте просто переставал улавливать нить объяснений и на этом все глохло и вот спустя годы решил снова попробовать окунуться войти через тестирование так как там процесс погружения в инженерную составляющую более плавный что правда и все равно в голове витают сомнения стоили проб стоит ли пробовать своим уровнем соображалки второй момент недавно посмотрел ваше видео где вы беседовали с адвокатом и даже назвали ролик шанс есть практически у всех это адвокат так сказал мои попытки поехать сша думал попробовать h1b визу но оказалось что и на нее лотерея потом начал учиться на совместной русско-американской программе но спасибо нашему правительству курс доллара вырос два раза и мне пришлось бросить учебу поэтому уже начал думать о подаче на политическое убежище но на душе грызут мыши скребут на она ну ладно у него грызут я активный юзер на говорим про вес хорошо и много начитался как там относятся к людям кто подает на политическое убежище без реально серьезных оснований а просто потому что ищут лучшей жизни я уже сейчас как-то чувствую эту тяжесть ответственности чуть ли не перед всей страной сша что это будет плохой поступок если подать на политическое убежище слишком нечестный какой-то поступок нечестно я буду рад услышать ваши комментарии по этим двум моментам так я не по 1 момент какой что он тестирование не в состоянии освоить что ли да про способности в первый момент это способности а второй момент стало быть у него нечестность политического убежища и так давайте первый вопрос способности это что вот он там значит больше времени ему нужно чтобы освоить какую-то вещь по сравнению с другими людьми там и так далее я даже если говорить о программистах хочу программисты вот сис админы например то же самое там много таких людей вот я знаю лично вполне успешных у них всегда есть работа они хорошо зарабатывают и как-то они такие замедлены честно вот я да что же он так медленно то реагирует и вот но у него свой какой-то процесс понимаете он может быть глубже чем я я я знаю что я шустрый но я знаю что на поверхностный вот я по правилам вот этим вот но как бы не специально по правилам но кого мой путь такой что вот эти вот 80 20 да вот эта пропорция то есть я за 20 процентов времени подхватываю 80 процентов там информации и мне этого достаточно чтобы дальше идти мне не нужно все 100 если я попаду в ситуацию где нужно все 100 а а у меня бывало вот я когда математикой там занимался более-менее серьезно там так нельзя там надо там надо глубоко и и вдумчиво значит занимает намного намного больше времени понимаете при 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 том что есть люди которые в математике быстро соображают а есть которые там помедленнее но если ты должен там за сто процентов времени получить там стопроцентный результат вот у тебя будет не 20 процентов времени а все 100 значит есть люди более вдумчивые соответственно если он вот такой то он может решать задачи которые может быть сложно или даже невозможно решать вот тем ребятам которые вроде быстро нам тут схватили там побежали там еще четко кроме того если ты осваиваешь новое дело ты как бы естественным образом медленнее это делаешь чем когда тоже раскрутился и там начинаешь быстрее соображать у тебя появляется интуиция у тебя появляется видение у тебя появляется как сказать более быстрый отсев не неподходящих решений вот то что то что с опытом приходит поэтому я даже не знаю я думаю что он бы вполне успешно и программистом мог бы быть и сис админом там и тестер мог бы быть пачачок не потому что тестуру нужно меньше знаний хотя это правда чтобы вскочить на подножку тестуру нужен рюкзачок поменьше то есть он может так налегке запрыгнуть если здравый смысл есть и он еще такой дотошный аккуратный внимательный уже можно иметь работу уже там может тебе там 150 тысяч сразу не дадут допустим там 30 долларов дадут ну и вперед вот в час значит поэтому я бы не циклился на том что он какой-то там замедленные так далее и мы все как-то рефлексируем давайте но я думаю что очень существенный компонент вот этого ощущения себя как за какого-то там замедленного приторможенного это это субъективно у него то есть вполне возможно что большинство людей которые вокруг него они им даже в голову это не приходит что он вот какой-то там медленнее чем надо я это вижу очень часто на людях которые комплексуют по поводу скажем языка английского данного и у меня английский плохого я там это а никто не замечает против никому в голову не приходит кроме него самого вот он себя сам мерить каким-то таким аршином с кем-то там сравнивается и так далее сам себя придумывает поэтому я даже когда читать на чем вот первая фраза вот я говорит там какой-то там я забыл это слово что было использование ничего себе вот так вот взять про себя такое сказать ну конечно если будешь себя так вот такой может там и окажешься действительно хотя вроде бы основания особо не было то есть я вообще не стал в этих категориях как-то копаться вот мы такие как мы есть мы себя такими как мы есть любим принимаем и хотим получать удовольствие от жизни и и жить полноценной жизнью чё там мы какие-то измерения с кем нам сравнивать кто нас может судить кого мы можем судить зачем нам это все лишнее значит никаких противопоказаний я я лично не вижу так в частности вот чтобы заниматься тестированием программного обеспечения и вполне возможно со временем там может быть не не в первые три месяца может быть в первый концу первого года каким-то очень серьезным тестированием то есть я думаю что вот с этими задатками он бы мог очень какие-то писать на вполне нормальные вещи там и в автоматизированном тестировании он мог бы там бэкэнд какой-то тестировать там сиквел стейтменты там шарашить и так далее никаких проблем но вот просто никаких теперь второй вопрос был о политическом убежище честности и нечестности значит давайте так скажем значит есть форум говорим про ю.с. форум говорим про ю.с. не посвящены миграции в целом хотя безусловно там есть масса разделов таких слева и справа то есть там есть миграция в европу или в австралию есть такой раздел там есть например там американская армия там есть ну что-то еще там студенческие туристические там какие-то какие-то еще дела но все-таки скажем так 90 там с гаком процентов того что происходит на форуме говорим про вес это обсуждение вопросов лотереи green card вот если например завтра лотерею таки да закроют значит этот форум либо он должен будет как-то закрыться либо он должен будет перепрофилироваться под что-то еще в смысле вот тем которые там обсуждаются львиная доля того что там есть это лотерея green card и я на этом форуме по моему с 2003 года там вообще было очень мало народа несколько десятков когда я туда зарегистрировался он только создался да вот и чего вам скажу что потом все время был по поводу лотереи как бы основная идея была лотерейная при том что есть рабочие визы и есть там студенческие все что угодно и люди которые участвуют в лотерее я помню на самом деле как это произошло люди обсуждают как участвовать в лотереи там как чего вдруг приходит кто-то и начинает задавать вопросы не связанные с лотерея как обмануть как вступить в фиктивный брак или начинают там спрашивать как обмануть там на интервью или как там обманом въехать в страну то есть приходили люди в больших количествах которые все время какие-то такие жуткие вещи спрашивали что просто глаза на лоб вылезали и их банили там удаляли там еще чего-то и вот она потихонечку стала развиваться вот это вот неприятие махинации но но начиналось это не с того что люди там на интервью там на политическое убежище что-то сочиняют начиналось совсем не с этого начинал уже совсем с уголовки какой настоящий вот дальше что касается политического убежища есть люди которые понимают вещи очень прямолинейно знаете и если вы будете их слушать то у вас тоже в глазах потемнеет и вот они в таком ключе рассуждают например про политическое убежище там где-то кто-то мне рассказывал что тут читал там или слушал видео какое-то я не помню что вот там человек на меня лично нападал на портов компьютер скул на меня лично что вот мы там такие сики и плохие потому что он где-то на форуме там прочитал какой-то пацан там он ему объясняли что ему не светит что мне там и вообще никаких шансов нет и все у него плохо и так далее а он им гадну в крайнем случае я там пойду в портов компьютер скул там буду тестером там через два года получать 100 тысяч это самое крайне давайте человек который где-то что-то слышал не понял но вот он какими-то какой такой ерундой вот он апеллирует какими-то словами пойти то то же самое происходит с политическим убежищем приходят какие-то люди и начинают вот такого же сорта рассуждения дурацкий значит никто вам не 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 судья понимаете это между вами и вот скажем тем человеком или там группы людей которые вами занимаются в процессе там подачи на политическое убежище в основном все это происходит значительная часть я скажу значительная часть вот этих непоняток происходит из-за того что люди которые говорят я подам на политическое убежище или они говорят я не могу подать у меня нет оснований то есть это вот рассуждение есть основание нет оснований все это происходит от того что те люди которые рассуждают подать не подать если основания эти люди которые слушают их со стороны говорят у него нет оснований так далее вообще предмета не понимают Значит, это специальная область Ну давайте вот сейчас сядем, будем рассуждать там, я не знаю, о теории относительности Вот тут соберем по подворотням народ и будем рассуждать Все-таки требуется какое-то профессиональное знание Это профессиональная область, потому что там есть законы, есть практика судов Есть вещи, которые вот как бы написаны на бумажке, а есть вещи, которые надо просто знать И они все время меняются Для этого есть иммиграционные адвокаты и так далее, и пошло и поехало Лицензированные люди, отвечающие за свои слова, действия и так далее Поэтому, что я хочу сказать Никакая форумная дискуссия не может заменить, допустим, работу с профессионалом Вы можете пойти в интернет и прочитать, что делать, если болит живот там слева внизу А можете пойти к врачу И не обязательно врач вас вылечит Но все-таки это лучше, чем, например, сделать то, что там советуют Или там обмотаться полотенцем, пропитанной мочой молодого поросенка Есть много советов, которые можно в сети получить И я не против сети, я против того, чтобы путать и ставить на чаши весов Как бы нередоположные вещи Вот то, что люди говорят, и то, что специалисты там лицензированные знают, делают и так далее Поэтому я бы отошел от всяких вот этих вот рассуждений У меня нет оснований Да вы не знаете, что у вас есть вообще Вы ничего не знаете Вы не знаете, что является основанием, что не является Откуда вы знаете-то? Кто вам сказал? Поэтому вы разговариваете со специалистом Он вам задает вопросы Он знает, какие вопросы задать, чтобы понять, где чего можно сделать И вот это вот интервью, которое мы с Светланой Кафтада То, что вот, что там есть Решение можно для каждого найти Я ее туда специально спросил Потому что тоже вот, ну, получается, что есть ситуации, которые неподъемные Вот есть человек, да, и ему не светит И она говорит, знаешь что? Говорит, если есть человек, всегда что-то найдет Это бывает на поверхности, там, да Я уже своими словами Бывает на поверхности Бывает надо копнуть глубоко Бывает надо время больше потратить Но Есть много-много-много-много Значит, там Проходов Вот через эту линию И кто-то по хайвею проехал А кто-то там, может Партизанской тропой проходил Но, тем не менее, это все легитимно И это все официально И так далее Поэтому Я бы не стал ориентироваться на то Что говорят люди, там, на форуме Говорим про ЕС Потом, это же какие люди Люди тоже разные Вот я, например, никогда Плохого слова в этом смысле не сказал Вот И никого не осудил То есть, если выходит человек И какую-то бриятию нанесет там Типа, сейчас вот Как лучше соврать вот тут Знаете, мне это неприятно слушать Вот Но, если говорят Вот там человек, он там получал политическое убежище Там, получил Ну и молодец А что? Я вижу иногда дискуссии Дискуссии часто бывают политизированные Там очень часто люди бывают ангажированные С каким-то своим интересом и так далее Я помню Какую-то я публикацию читал Что Чуть ли не 96% 96% людей, которые Получают политическое убежище Они там врут Значит Давайте история какая Потом я читаю Какое-то Расследование Делала комиссия Поставленная для этого дела Конгрессом США Я, к сожалению Там не могу точных ссылок Потому что я по памяти Все это Но относительно недавно И они Сказали, что там Ну не 90% Не 90% Там 5-6 А что-то такое Тоже какой-то процент Там типа 30% Типа 30% Потом Понимаете, что получается Вот человек врал Человек мог не то что врать Но он мог приукрашивать Он мог драматизировать Он мог В той или иной степени Там нагнетать Он мог что-то сказать, например А что-то мог промолчать об этом Хотя оно тоже было Понимаете? И Как бы мы можем сказать С одной стороны Он не сообщил все Что относилось Но с другой стороны То, что он сказал Оно как бы было по делу И пошло И поехало И можно сейчас Философский трактат Написать Что есть обман А что не есть обман И там И так далее Поэтому Я бы не стал На месте Вот Молодого человека Я бы не стал Брать на себя Вот это вот Рассуждение В некоторой области Которое требует компетенции Есть основания Нет основания Обманул Не обманул Не надо Пошел Поговорился специалист Специалист Это не тот Который рекламу дает Где-нибудь там В интернете Вот К специалисту Еще фиг попадешь Вот столько людей Сколько я знаю Которые реально Круты Я не видел Чтобы они объявления Где-то давали У них Такой поток людей Просто по рефералам Вот И Так бы я сказал А те которые Сильно где-то рекламируются Вот Там может быть Легко проблема Я часто видел людей Которые говорят Я там пошел К кому-то на консультацию И он мне сказал Что у меня там Ничего нет А как ты к нему попал Он где-то В газете В русской Было объявление Вот действительно Понимаешь Вот когда у тебя будет Вопрос жизни и смерти Ты пойдешь к любому врачу У которого объявление в газете Или ты как-то пойдешь Может поспрашиваешь Ну в общем Что говорить К специалистам Обычно ходят по Рефералс По Рекомендациям Это и Рилтор И врач И страховой агент И вот Адвокат тоже Это люди Неграмотные Или недостаточно Грамотные действия Или скажем так Даже не то что неграмотные Недостаточно Утонченные Действия которых Могут определить Удачу или неудачу Того или иного предприятия Понимаете То есть для того Чтобы там 90% Всех ситуаций Отработать Может быть Любой адвокат Сгодится А если вы Например Вот в том Одном проценте Ситуации Не в 90 А вот есть Вот один процент Таких как вы Так может быть Вас и пол процента Специалистов Не смогут Ну или там Есть только пол процента Которые смогут Решить ваш вопрос Остальные 99 с половиной Либо не возьмутся Либо возьмутся И завалят Вот и все То же самое С врачом Кто-то скажет Это не лечится Кто-то скажет Лечится Но с плохим результатом А кто-то Делает и все Так что Я Я это так вижу И Не то чтобы я Там скажем Не понимал Или пренебрегал Там Этическими Какими-то И подобными Вещами Отнюдь Но Я против того Чтобы некомпетентно Рассуждать И Принимать мнение Узкой группы Людей Которые норовят Высказываться По вопросам По которым Которых Они тоже Некомпетентны И вот Как-то на себя Это все Переносите Тогда это Ваша жизнь Что вам эти люди А что они знают Про вас А что они вообще знают Понимаете Людь которые Реально что-то знают Их очень сложно Найти И в сети тоже Это люди Которые редко Появляются Они мало говорят У них мало времени В основном В основном Есть Конечно Есть разные Есть люди Которые Как-то Уделяют Какое-то время И там По-всякому Но в общем-то Их мало Их очень-очень мало В основном Кто рассуждает О том Как разбогатеть Нищие Нищие Абсолютно Вдрибодан Нищие Потому что Если он Не совсем нищий То он работает И зарабатывает Как может Но он работает У него времени нет Понимаете Ну А кто рассуждает Об образовании Там Те кто никогда не учился Ну О том Что оно Не очень Нужно Те люди Которые получали Образование Разве они Скажут Что оно Не нужно Что там О науке Кто рассуждает Закон Ома Не помнят И дальше О науке Как вы можете Как вы можете Вы же Такую дребедень Как эзотерика Вы же Как бы Научный человек Вы же Закончили Среднюю школу На четверке Понимаете Поэтому Социальные сети Это социальные сети Там есть Какой-то уровень Разговора Надо к нему Относиться Так как оно Есть А не так Что это Последнее слово Там я не знаю В чем-то Вот и все Поэтому Если речь Это о моем Персональном совете Я бы сказал Молодому человеку Не заморачивайся Поговори со специалистами Они тебе задут вопросы Они тебе скажут Где Твоя ниша Где твоя линия Вот на этом пути И все Я бы так сказал И они за свои слова отвечают Они не Как сказать Не просто так Балаболят Во всяком случае Те ребята Которые Вот у нас на канале Я их показываю Да И Андрей Романенко И Светлана Каф В Плейлисте По Политическому убежищу Они оба присутствуют Абсолютно надежные Проверенные Очень приличные люди Если они не видят пути Они вам скажут Я не вижу Если видят Они вам скажут Вот есть такой путь Есть такой Есть такой Выбирайте И так далее Поэтому Я специально Время трачу И там Езжу к ним Там Вопросы задаю Видео Клипаю Для того чтобы Качественная информация Присутствовала Понимаете Потому что Когда посмотришь Кто там что говорит Так Понимаешь Что надо срочно Бейти И что-то делать Поэтому У меня например Видео Которое я Держал По-моему Сейчас до сих пор Стоит Я сейчас не помню Я поставил видео Со Светланой Каф Про депортацию Потому что Вот рассуждает Вот если я сейчас Там пойду А мне откажут Меня депортируют Больше не впустят И так далее Я специально сделал Отдельный сюжет Про депортацию Чтобы понятно было Что Депортация Это практически Это что-то Ну настолько редкое И немыслимое В результате Вот отказа Скажем Там На политическое убежище Я специально сделал Я его сделал За главные видео У нас на канале Ну потому что Действительно Никто же не говорит На эту тему Ничего путного Возьму Я не встречал А говорят Вот тебя депортируют Потом тебя никогда В страну не пустят Вы послушаете Что люди рассказывают Специалисты Которые этим занимаются Каждый день Вот я Я бы так сказал То есть моя Моя функция Как я ее понимаю Состоит в том Чтобы качественную информацию Сделать общедоступной Вот Ну и я Я пока собираю Эту информацию Я тоже Не то чтобы Какой-то глубокий знаток Этого всего Но пока с людьми Разговариваешь Я вижу ваши вопросы Я вижу что на форумах Спрашивают Отвечают Я вижу Что у нас там В комментариях происходит Поэтому Я как бы такой Адвокат с вашей стороны Да Я В интересах нашей аудитории Задаю вопросы И там Людей Как-то так Расшевеливаю Когда мы с Андреем Романенко Разговаривали Вот я ему тогда говорю Вот послушай Что получается Что человек Значит Пришел В посольство США И Говорит Я хочу там Посмотреть Ниагарский водопад Да А потом приехал И остался Попросил Политическое убежище Значит Ему не скажут Вот Ну не то что ему не скажут Но вот Что это за аспект Такой Получается Он же там Получается Обманул Он обманул Консула Соединенных Штатов Говоря ему Что вот он Хочет Поехать Просто так А сам уже тогда Знал что он будет Подавать на политическое убежище Это как Вот Значит Я не только там С этической стороны Но со стороны Законности Человек обманул Консула И въехал в страну Обманом И он мне говорит Я не ожидал Я же не знал что он ответит И он мне говорит Понимаешь Какая история Он говорит У человека Плохо Ему опасно Находиться в стране Он подвергается Преследованием И он идет на обман Вынужденно Но он вынужден Вот это ключевое слово Он вынужден Но если бы вам Не сказал этого Иммиграционный адвокат Вы как бы вот Сами-то ответили На этот вопрос И что бы вам сказали На форуме Говорим про УЕС Или любом другом Иммиграционном форуме Потом Я могу Хорошо Другой вопрос Человек Приехал в Соединенные Штаты Подал на политику Виза у него Ну допустим Туристическая Виза эта Не разрешает ему работать Он подает на политическое убежище В течение там еще Последующих Шести-семи месяцев Он не имеет права на работу При этом он Работает на кеш И это как бы Ну понятно И вот если его спросят То он скажет Да вот я работаю на кеш Или там Он должен жить как-то Правда Значит и С этим как быть Он же нарушает Разве это не то за что Депортируют людей на раз Когда ловит на этом На нелегальные подработки Он говорит Ну подожди Говорит он Ну он же должен жить Он же не может Голодать Он же не может спать Под мостом Он вынужден Нарушать закон Потому что Вот есть более высокие обстоятельства Более Более высокого порядка Он вынужден Поэтому оно как-то Вот так на это Никто не смотрит Все это Сквозь пальцы там Проходит А я Я например не знал Я когда спрашивал его Я искренне не знал ответа И я не знал Как это трактуется И как это понимается Причем Мы все с вами понимаем Что закон есть И закон против этого И против обмана консула И против того Чтобы подрабатывать нелегально И так далее Поэтому это вопрос трактовки Значит завтра трактовка Может взять и измениться Например Мы не знаем Мы знаем практику Вот нынешнюю Но мы не знаем Как будет завтра Поэтому Если вы серьезно Задумались над этим вопросом Что неплохо Потому что есть люди Которые что-то делают Вообще без того Чтобы задуматься Кто-то сказал Он там побежал Вот Значит Задуматься И если вы задумались Спросите Спросите специалиста Вы можете сказать Ну там вот денег стоит Это правда Консультация у адвоката Стоит там Я не знаю В онлайне люди Грамотные разговаривают Ну допустим Даже там 200 долларов Я не знаю Но Я вам скажу по опыту То что есть вещи Которые Намного дешевле Если ты сразу заплатил Чем Когда нужно исправлять Уже после Неудачных каких-то действий Проще например Не заболеть чем-то Чем например Потом вылечить Проще Не Попасть в Переутомление Чем потом Выйти из утомления Ну и так далее Это как бы Абсолютно Повсеместное Такое правило Проще Например Когда ты начинаешь Бизнес Пойти к Юристу Грамотному И составить Контракт Хороший С партнерами Чем потом Судиться с этими Партнерами В условиях Отсутствия Хорошего контракта Где прописано Какие действия Там Какая сторона Имеет право Предприять В той или иной Ситуации Вы можете Сэкономить Пять тысяч Там на адвокате В момент Создания Бизнеса Это вам Встанет Там в Пятьдесят Если не Сто Пятьдесят Или не Пятьсот Зависит От масштабов Бизнеса В тот момент Когда вы будете С ними Расходиться В конфликте И так далее То же самое У вас Может проскочить Можете сказать А если я прыгну С третьего этажа И ничего Со мной Не будет Легко Легко На сто Человек Которые прыгнут С третьего этажа Может быть Но какой шанс Что вы будете Среди трех А не среди Девяносто семи Которые что-то Поломают А может быть Еще десять Человек Просто погибнут А еще Пятнадцать Будут инвалидами На конца Своих дней При прыжке С третьего Этажа Брать Я уж не знаю Так молодой Был Я может прыгнул С большими Шансами На успех А сейчас Я уж сомневаюсь Брать Поэтому К чему Весь разговор К тому Что Не надо Сильно переживать Преждевременно Переживать Надо по мере того Как появляются Неприятности Неприятности Типа Вот я знаю Как относятся На форуме Говорим проезд Вообще Несуществующие Чего вам до них А чего Им до вас Вот Поэтому Поговорить Со специалистами И все А перед страной Если у вас есть Какие то угрызения Вы Когда уже приедете Платите налоги Хорошо Зарабатывайте Чтоб еще больше Платить налогов Купите домик Чтоб своими деньгами Поддержать Экономику страны И там Рабочие места Вот И все Не пьянствуйте Не устраивайте Мордобой Там Не знаю Ведите себя Как ответственный Житель Гражданин Там И так далее Вот и Вы Рассчитаетесь Со страной По полной Просто По полной Если вот вы Готовы Это делать То Страна Будет вам рада Я бы так сказал Так что Такое Мое напутствие Счастливо Я уже Почти приехал В то место В которое я еду И я на этом С вами прощаюсь Продолжение следует Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров